Громкий скандал разгорелся в Минском районе. Трасса для велогонщиков-экстремалов, созданная их усилиями, оказалась разрушена, а ее возведение и вовсе расценено как грубое вмешательство в природную экосистему. Нанесенный ущерб может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Кто прав в непростой ситуации, кто виноват, а главное, есть ли альтернатива для выхода энергии молодых экстремалов, попытался выяснить Александр Смирнов. Все копали по новой. Каждый год все строилось по новой, перекапывалось, все менялось и улучшалось. Велосипедная трасса возле деревни Тарасова под Минском давно стала излюбленным местом тренировок столичных экстремалов. Рельеф, удачно подходящий для BMX фристайла, говорят, пришлось усовершенствовать своими силами. В итоге трасса получила известность даже на просторах СНГ. Мы старались не афишировать это место, но чтобы не случилось вот такого вот. Приезжало много людей из России к нам, ребята из СНГ любили это место. Много кто приезжал первый раз, они были в шоке, что такое возможно в Беларуси вообще, потому что официальных парков больших ничего у нас нет. Тараса появилась еще до того момента, как этот спорт признали олимпийским видом. За отсутствием альтернативы какой-либо поддержки со стороны, инфраструктуру поднимали своими руками. Поэтому, когда в минувшую субботу узнали о сносе, пережили настоящий шок. Ребята говорят, что изначально с местными властями был достигнут полный коннект. Сейчас какие-то письменные, а тем более устные договоренности подтвердить нечем. Мы в свое время ездили на общие СНГ-шные соревнования, тоже с ним, с другими нашими белорусскими спортсменами. В свое время хотели, чтобы у нас сделали сборную по этим видам спорта, чтобы мы тоже могли ездить. Как-то не дошло, мы переместились сюда, а сейчас вот мы не знаем, что делать. Сегодня по инициативе министра лесного хозяйства состоялась встреча с молодежью. Оказалось, что ситуация неоднозначная. Ранее этот участок леса находился в ведении Минска. Два года назад перешел под юрисдикцию Боровлянского лесхоза. Буквально в ноябре его сотрудникам стало известно о серьезных изменениях, внесенных в трассу. Якобы работали не только лопатами, но даже пригнали технику. А это очень весомое правонарушение. Два месяца на участке дежурили рейдовые патрули. В итоге опасные горки в целях безопасности и устранения последствий вмешательства в природу решили сравнять с землей. Если бы мы знали хозяина, мы бы вот это дело сами бы не делали. Мы бы выдали предписание, и этот хозяин должен был бы это все устранить за свой счет. В случае, если бы хозяин отказался, то, естественно, дело дошло до суда. По закону существует два варианта. Аренда юридическим лицом, но при этом почву поднимать нельзя, и выведение из лесопользования. Но здесь решение принимается только на высшем уровне. Ничего этого сделано не было. К слову, ущерб лесу только предварительно оценен на 50 тысяч рублей. На сегодняшний день формируется тот пакет документов, который требуется от организаций, которые ведут административный процесс, переходящий в уголовную ответственность, в наши компетенции, которые лесхозяйственные учреждения. В дальнейшем, при сборе этого пакета мы обратимся в районный отдел внутренних дел, который по квалификации этого дела может передать его в областную, в связи с тем, что здесь особо крупный, для установления, в частности, лиц, причастных к данному совершению, пока назовем нарушения. Молодые экстремалы оказались буквально в подвешенном состоянии. Что делать дальше, подсказывают работники лесхоза. Подождать. Уже подписан пакет документов, в том числе у госрегистрации и передачи земель под возведение аналогичного объекта под вело- и мотоспорт на бывшем карьере в Минском районе. Направление Могилевская трасса. Адрес деревня Прелесье. Как нам объяснили сотрудники лесхоза, в этом квадрате поврежден так называемый живой надпочвенный покров на площади 2500 квадратных метров. Точно это еще неизвестно, подсчет будет вестись с помощью специального оборудования. Но точно можно сказать, что ущерб природе нанесен в крупном размере, а это предусматривает уголовную ответственность. Точно так же можно сказать, что у этой истории наверняка будет продолжение, но хэппи-энда явно не предвидится. Александр Смирнов, Илья Максимов, агентство теленовостей.